Музейный центр площадь мира очень дорожит одним, безусловно, ценным экспонатом, за которым великолепная история и герой своего времени, настоящий герой своего времени Владимир Высоцкий. Не так давно, честно говоря, в конце прошлого года, по-моему, мы сделали вот эту экспозицию и выставили редкий дар, который получил музей для проекта «Советская изнанка». Это большая экспозиция, которая рассказывает о повседневности и жизни, и в каком-то смысле неформальной стороне советского времени. И как же мы были счастливы, когда нашли в наших анналах подлинный предмет, принадлежавший Владимиру Высоцкому. А предыстория, конечно же, правдивая и естественная. В 68-м году целое лето провел выдающийся наш человек с гитарой, мы так его называем, главный человек с гитарой, наверное, до того времени, поэт и певец. Мы знаем, в Красноярском крае снимали «Хозяина тайги», и Владимир Высоцкий довольно часто выезжал с гастролями в Красноярск и ближайшие, так сказать, населенные пункты. В какой-то момент он оказался на концерте ансамбля «Танца Сибири», а тогда ансамбль «Годенко» очень гремел, мощная у него была и аура. Ну и вот его привели на этот концерт, а потом, естественно, знакомились и встречались в гримерках с руководителями. И как-то так быстро понравились друг другу директор ансамбля «Танца Сибири» Александр Давидович и Владимир Высоцкий. Они уговорили тем же вечером пойти к ним домой и просто, как положено, русских людей выпить, закусить и, естественно, послушать уникального человека. И такая теплая оказалась встреча, такая теплая компания собралась, что Владимир Высоцкий, видимо, уже накануне своего отъезда из Красноярска, просто взял знак признательности, подарил главе дома свою гитару, на которой все время он пел. А через многие годы, прошли годы, умер Давидович, и его вдова Агнеса Владимировна взяла и подарила нашему музею под этот интересный проект уникальный экспонат. Она говорит, у вас такого экспоната здесь точно нет. И рассказала вот эту историю. Это было в 2008 году. И в чем ценность? Ну, понятно, прикасался выдающийся наш поэт, но нам-то особенно должно быть дорого то, что, скорее всего, на этой гитаре писалась эта великая банька по белому. Вот мы вольны предположить, вряд ли у него был целый парк гитар, да, у Высоцкого. И вот эта гитара осталась там же, где была сочинена эта великая, будем говорить, сибирская песня.